Церковь Служителей, служений, людей, пастырей, которые движутся, которые движимы людьми. Все, что мы в этой жизни делаем с вами и все, что мы в этой жизни должны достичь, это единственное. Это научиться быть движимым только одним Богом. Но много вещей, которых мы с вами делаем, предпринимаем решений, базируется и основано на том, как посмотрят на нас другие люди. Что произойдет, если я сделаю этот выбор или этот выбор? Что произойдет, если я поменяю церковь? Что произойдет, если я пройду встречу с Богом? Что произойдет, если я полностью отдамся на служение Богу? Что произойдет? Масса людей, практически, которые приходят ко Христу, они сталкиваются с этим вопросом. Что делать? Ведь ты не можешь быть движим людьми и быть использован Богом. Вы все меня понимаете, церковь? Но если ты начнешь быть движимым Богом, обязательно, только встать на этот путь, ты уже автоматически нажил себе массу врагов. Кто меня понимает? Я в правильном месте. И некоторые люди не могут никак понять. Перестаньте это петь. Перестаньте это проповедовать. Скольким людям наша церковь, я в том числе, стоим как кость в горле. Они не могут ни о чем другом говорить, как только что происходит здесь. Масса людей, масса кучи семей, которые просто в роли наблюдателей. У нас с вами два выбора, церковь. Быть в роли двигателя или делателя, или быть в роли наблюдателя. И как мы с вами уже говорили, мне так понравилась эта мысль, когда один из гостей у нас был, и он сказал, что христианство это как огромный стадион тысячи людей, которые наблюдают за 12 футболистами, как они хорошо играют на поле. И я не хочу этого, церковь. Мне надоело это. Люди просто смотрят, как две команды, 24 человека друг на друга идут, и все говорят, нет, наверное, этот прав. Нет, что прочитаем в этой газетке? О, вон, что оно имеется в виду. Кто ты? Кто ты? Выкинь журналы, выкинь газеты. Кто ты? За меня не переживайте. Я сейчас вам этот вопрос задаю. Я знаю, кто я. И вы уже тоже, наверное, поняли. Кто нет, поможет, поймете. Кто ты? Ты кто? Мы с вами очень часто пытаемся подражать кому-то. Очень часто пытаемся сделать вид какого-то христианина или какого-то человека, которым движет Бог. Но реально, если ты подумаешь, движет ли тобою Бог постоянно? Движет ли он тобой? Движешься ли ты им? Движим ли ты? Можешь ли ты быть движим им? Можешь ли ты позволить ему сдвинуть тебя? Мы сегодня с вами пойдем в слово. Несколько мест я вам докажу, что будучи движимым Богом, ты будешь абсолютно неприемлем массой людей. И этот выбор, хочешь ты или нет, каждый из нас в жизни должен сделать. Ты не можешь играть роль христианина долго. Вы все меня понимаете. Причем здесь церковь или пастор? Я сейчас говорю, кто ты? Кем ты движим? Когда закончится церковь, мы поедем с вами есть чикен в чайнис ресторан. Когда ты придешь домой в понедельник. Что начинается у тебя в понедельник? Некоторые улыбаются, любят чикен, наверное. Видно. Что происходит в понедельник? Компромиссы? Чем и кем ты движим? Приезжает кто-то и говорит тебе, где ты был? Да вот, вот. Нечаянно в гости меня привезли. К кому? Не дай Бог скажешь, кому? Хана. Я не знал. Я только очнулся, когда мне уже сказали, что ты вот здесь в этой церкви. Ой. И мы кем ты движим? Мы хотим быть использованы Богом. Мы читаем про Моисея. Мы читаем про учеников Иисуса. И нам всем так хочется быть такими, как они. Кому хочется? Поднимите руку. Я две руки подниму. Я хочу. А почему ты не такой? А? Почему ты не такой? Ты ж хочешь? Да. Почему? Ты скажешь, почему Бог меня еще не использует? А я хочу тебе задать вопрос. Почему тебя Бог до сих пор? Почему? Сколько тебе лет? И сколько ты лет еще собираешься ждать? А ты знаешь, что не ты ждешь Бога? Не ты. Бог ждет тебя. Он ждет, когда наконец-то эта личность, которая молится 10 лет. Бог, используй меня. Что ты скажешь, то я и сделаю. Любая твоя просьба будет исполнена. И только Господь говорит. Пойди им вот туда, да, вот туда. И скажи, что все это религия и заблуждение. Ху! Господь! Я на это не соглашался. В контракте этого не было. Я вам прочитаю, что Отец Небесный говорил Иисусу говорить. Ему тоже. Он пришел в синагогу. И ему так хотелось, чтобы все покаялись. А папа с неба ему говорит. Читай Исаию. Он говорит, какую? Вот ту, где написано. Дух Господа Бога на мне. И он еще сказал. Знаете что? Он говорит, ладно, прочитал, прочитал. Слава Богу. Хорошо. А теперь говори. Что, папа? Говори, что ныне сие Писание, слышанное вами, исполнилось. И он приговорил себя к смертной казни. Его сразу. Иди отсюда. Ты? Да это про тебя? И стоит Иисус. А волю Божью же надо исполнять. Ты хочешь волю Божью исполнить? Ты хочешь быть движимым Богом? Кто хочет? Поднимите руку. Ой. Меньше стало. Ничего. Посмотрим, что от вас к концу проповеди останется. Ой, Людочки вы. И мы с вами хотим быть использованы Богом. А можешь ли ты пообещать Богу сделать все, что Он скажет тебе? Сказать все, что Он скажет тебе? Ты хочешь знать секрет, как ходить в огне? Ты хочешь узнать секрет, как ходить в помазании? Говори то, что Он тебе говорит. Такой простой секрет. А я думал, надо к пророку съездить. Но тебе пророк не нужен. Дух Святой, который живет в тебе, Он тебе все скажет. Пророки это хорошо в отдельное время, в правильном месте. Но ты не можешь опираться всю жизнь. Движимый Богом. Почему Бог одних может использовать? Мощно, как Он хочет. Других людей Он может использовать совсем немного. Третьих Он не может использовать вообще. Движим ли ты? Вот просто в своей голове просто рассуди. Когда Бог скажет тебе? Как сходил Сын по земле, то есть Иисус Христос. И Он слышал Слово от Бога. И Он, хочешь или нет, Он должен был говорить это Слово. Это исполнение воли Божьей для Иисуса грозило всегда смертью. Каждый день. Ты еще хочешь исполнять волю Божью? Ты еще хочешь быть движимым Богом? Поднимите руку. Вот. Примерно так же. Ну, ничего. Это уже... Вы крепкие? Почему нет успеха? Все мы хотим успех. Задай себе вопрос. На каком уровне ты хочешь иметь успех? В какой сфере ты хочешь иметь успех? Если хочешь иметь успех в бизнесе, совсем другие правила должны быть. Но если ты стал на путь христианина и хочешь иметь успех в Боге, то абсолютно другие правила будут работать в твоей жизни. Если ты хочешь иметь популярность среди людей, быть христианином, совсем другие правила должны быть использованы. Ты должен очень часто держать язык за зубами в то время, когда Бог тебе будет говорить. Тебе очень часто нужно будет не ехать туда, куда Бог тебе говорит ехать. Тебе очень часто не придется, и ты даже не захочешь проповедовать то, что Бог будет тебе говорить. И потом мы задаем вопрос, почему, Господь, ты не можешь меня использовать? Да потому что твое использование, параметры твоего использования заключаются. Сидеть на диване, кушать чипсы. Потом иногда поехать на молитву, в воскресном служении побывать. И может, когда Господь что-то мне даст, я им дам. Никто тебе ничего не даст. Может, некоторые из вас сейчас, знаете, ваш песочный домик. Некоторые пастора... О, о, да, да, у тебя, да, у тебя служение. А я прихожу и... Нема у тебя служения! Туфта это все! Я тебе хочу сказать правду! Хочешь быть использован Богом? Приготовь свою душу к смерти! Не верите? Спросите у Бориса Перчаткина. Борис, аллилуйя, поприветствуем брата. I love you, brother. Не верите? Он может эту тему преподать лучше, чем я. Он вам расскажет, что такое можно быть движимым Богом. Двинул тебя, двинули. Двинулся туда, а там задвинули. Воля Божья! Все молятся. Господь, дай мне помазание Павла! Дай мне помазание Петра! А помазание Стефана ты не хочешь? Я не понял. Мужик классный. Ну как? Недолго прожил. Ну классный. Хочешь помазание Стефана? Короткая жизнь, но крутая! Все, что он делал, ходил, исцелял, изгонял бесов, чудеса в народе творил, у них у всех глаза на лоб вылазили. И потом он пришел в синагогу. Помните смерть? И Бог ему сказал, а теперь вылей на них бочку. Теперь выкати на этих религиозников все, что я заложил тебе внутрь. И буквально почти две главы он высказался, после чего ушел на небко. Воля Божья! Ты еще хочешь быть использован Богом? Подними руку. О, не понял. Больше. О, аллилуйя. Доходит, наверное. Помазание Стефана. Никогда еще не слышал. Пастор, помолись за меня. Помазание Стефана надо. Молитва будет короткая. Но мощная. Помазание Стефана. Мы так хотим с вами. А вообще, откуда ты знаешь, какой Бог для тебя приготовил вообще помазание? Откуда ты знаешь Его волю для тебя? Мы знаете, как мы постоянно молимся? Мы видим какой-то макет. Кого-то, на которого мы хотим быть похожими. Потом мы закрываемся в свою тайную комнату. И не говоря о нем, об этих людях, которые нам нравятся, помазанники, служителя, евангелисты, пророки, музыканты. Мы начинаем молиться. Господь, дай мне призвание. И у тебя в голове прибегает такая маленькая, маленькая такая кинуха. Сидишь ты. Если ты музыкант, ты так открываешь глаза. В зал тысячи. И ты тяна-тяна-тяна-тяна-тяна-тяна. О, извиняюсь. Дальше. Ты проповедник. Ты молишься, Господь, я хочу Твое слово. А ты знаешь, что Его слово первого тебя изуродует? Не веришь? Глянь на меня. Все говорят, ты ненормальный. Я говорю, к папе все претензии. Я хотел быть нормальным, ходить в пиджаке и в галстуке. Хотел петь песни. А Бог мне сказал, говорит, ну что я тебе скажу. И рот закроет. Хочешь? Хочу, Господь. Вперед. Я уже почувствовал, что такое служение Иисуса. Ну, весело. А, ты о популярности молишься? О, популярность я тебе гарантирую. А какую, точно не знаю. Не верите? Популярность всем гарантирую, когда начнете за Господом идти. Вас будут знать все. И все. Дальше не гарантирую ничего. Как мы хотим быть ведомы Богом, если мы не можем говорить то, что Он тебе хочет сказать? Как мы хотим стать музыкантом, ведомым Духом Святым? И когда Он тебе говорит, играй вот это, а ты начинаешь свою сидишку записывать. Я, Господь, я понимаю все, Иисус. Ну, ты понимаешь, папки надо. Вот я сделаю одну концертик, выпущу, денежки скашу, и потом буду тебе служить. Ты хочешь быть, сколько я вижу этих людей, которые ходят, у меня есть сидюшечка, можно у вас спеть? Родные мои, когда на тебе Дух Бога, тебе не надо сидюшечками рассовываться. Тебя будут знать все, потому что на тебе Дух Бога живого. Давид хоть одну сидюшку выпустил. О, а его псалмы до сих пор поют и читают. Бог напишет твою сидюшку. Бог напишет твою книгу. Может быть, она даже не будет на бумаге. Но то, что ты прошел, оно изменит нацию. Потому что ты сказал, что ты повелишь, я сделаю. Все мы можем говорить Богу, я все сделаю. А потом Бог говорит, делай это. А ты говоришь, сори, Господь, в контракте этого я не просил. Он теперь говорит, иди это делай. Извиняюсь, Господь, мы на это не договаривались. И я хочу вот это. Зажмуришь глаза, а у тебя призвание евангелиста. И ты действительно призван быть евангелистом. Ты зажмурил глаза, и ты видишь, толпы людей повторяют за тобой молитву грешника. И ты открываешь глаза, вау, хочу, Господь. Господь говорит, таксы заполняй. Не понял. И не ври. Тварь. Что ты заполняешь на таксе и постоянно врешь? И ты хочешь быть мною использован? Мы иногда хотим великого, и маленькие тесты не видим и не замечаем. А именно на этих маленьких вещах базируется твое призвание. Как прожить на восьмой программе? Аминь. Дальше не буду. Все понятно. Я в правильном месте сегодня. Как прожить на вэлфере и правильно жить? Вэлфер-то дает тебе не жизнь. Он дает тебе существование. На фусты долго не проживешь. Или на хвосты там. Говорят, с хвостом. Я, говорит, с хвостами и езжу на вэлфере. Это значит, я имею футстемпы и хожу на вэлфер. Человек на велике и с хвостами. Все. Велик тебе дан на год, чтобы тебя устабилизировать. Некоторым велик так нравится. Я знаю людей, на велике по 15 лет ездят. Фу. Вам серьезно? Уйди с велика. Займей свой бизнес. У тебя что, ума нет? Выйди с этих подачек. Эти подачки для тех, кому они действительно нужны. Ой, пастор, а я же на велике. Уйди с велика. Встань на колени, и Бог даст тебе... Он распространит тебя налево и направо. Ты скажешь, Бог мой, почему я раньше этого не сделал? Он хочет дать тебе будущее, но ты сам не даешь Богу дать тебе прорыв в финансах. И поэтому тебе всю жизнь ты обречен на ложь. Выйди из лжи. Бог даст тебе будущность и надежду. Какое-то слово невеселое пошло. Аминь. Я же вам сказал, что я говорю все, что он мне говорит. Про велик так, про велик. Почему нет прорыва? Почему нет успеха? Почему нет ничего в нашей жизни? Мы хотим чего-то великого. Я хочу чего-то огромного. И Бог мне проговорил на этой неделе. Будь движим мною. Каждое слово с запятой и точечкой ты будешь говорить тем, которым я поставил тебя. Кому понравится, аллилуйя. Не понравится, двойное аллилуйя. Я вам серьезно? Меня не волнует твое мнение. Разве так можно? Нужно! Меня не волнует. Слушайте меня внимательно. Ваше мнение о моей проповеди. Потому что сидит здесь какая-то овца, которому Бог меня послал сегодня. Бегни. Это же аллилуйя. Гости. Мне вас жалко вообще-то, честно. Добро пожаловать. Давайте похлопаем нашим гостям. А вы и я. Вдыхайте. И выдыхайте. Все нормально. Вы у себя дома. Тут чуть-чуть все по-другому идет. Я просто не знаю. Люди с разных церквей бывают. Но мы пытаемся как бы приветствовать всех одинаково. Если когда-нибудь просил Бога использовать тебя в служении. Кто просил Бога использовать его в служении? Поднимите. Первое, что у вас начнет происходить. Бог начнет забирать у вас весь фундамент, всю опору и все, на чем вы строились и надеялись. Ты скажешь, невозможно, без этого Бог даже не сможет тебя использовать, потому что твоя старая платформа, потому что твои старые друзья, потому что твоя старая сфера обитания никуда тебя не приведет. Не верите? Прочитаем мы Слово Божье. Матфея 19 глава с 16 стиха. Матфея 19 глава с 16 стиха. Все эту притчу знают, она всем нравится. Смотрите. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благой, что мне сделать доброго? О, это первая категория христиан. В этом месте будет говориться о двух категориях христиан. Христиане, которые сидят, всем скалятся. У них со всеми классные отношения. Они идут на небо. Я сразу гарантию даю, все идут на небо, Господь, вы спасены. Но ты неведом Богом. Ты просто имеешь бизнесок. У тебя семьюшечка, детушечки, маленькая служенюшечка. И ты, в общем, упакованный, идешь на небко. Никому никогда волос за другую сторону не повернул, никогда не пшикнул и неправильно в сторону не посмотрел. В общем, ты круто упакованный христианчик. Во. И вот такой круто упакованный христианюшечка, он подошел к Иисусу и хотел своими лычками немножко трухнуть. А, смотрите. Ну, Иисус знал, как его поймать. Иисус знал, как всех нас с вами христианюшечек, за что нас с вами цепнуть. О, Иисус, как я люблю Иисуса. Смотрите. Учитель благой, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Другими словами, говорит Господь. Хамач. Вы не поняли еще эту притчу? Он говорит, что мне сделать, чтобы попасть? Уже вопрос в пролете полном. Ты ничего не можешь сделать, чтобы быть с ним. Вы слышите меня? Никто не может уплатить той цены. Мы это получаем. Но дальше начинается другая жизнь. Веселей. Смотрите. Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Сразу. Никто не благ, как только один Бог. То есть, все, что ему Иисус сказал, подлизываться не стоит ни по адресу. Церковь, вы слышите меня? Когда к тебе подходит и говорит, ой, какой ты служитель. Ты вот помолился и вот, о-о-о, аллилуйя. Ты вот, вот ты, вот ты как сказал или сказала, о-о-о. Вот, вот я как услышал тебя и, о-о-о. А ты такой, на-а-а-а. Тебе надо сказать не по адресу, братуха. Никто не благ, как один кто. Это даже Иисус сказал. Ты, Иисус, не вздумай принять ничего, потому что его слава остановится сразу. Это будет твое последнее откровеннице. Мне так нравится на некоторых лицах смотреть. Они еще не поняли. Поймете. Добро пожаловать. Аллилуйя. Смотрите дальше. Он сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как один Бог. То есть, он сказал, не стоит здесь выпендриваться, ты не туда, не по адресу, говори, что тебе надо. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он ему просто говорит, ты должен, если ты хочешь попасть на небко, вот быть в этой тусовочке, общаться с вот этими всеми лизоблюдами, ходить, тусоваться. Вот, какая сегодня конференция, откроем газетку. О, аллилуйя, поток и помазание едем. И вся наша жизнь заключается от конференцийки до конференцийки. От помазаница до помазаницы. Кто-то всегда на твою голову пустую возлагает руки. А когда она наполнится, ты начнешь руки возлагать на других. Ой, я тебе хочу сказать, сколько я подлагал много лет назад свою пустую голову под многие руки. Ни одной даже извилины не появилось. Я просто протратил время, протратил бензин и все равно пришел в свою тайную комнату и получил свое призвание не от бенехина. Пусть оно будет немножко странное, но оно мое. Должен свое получить. Не одевай белый пиджак и не говори, аллилуйя. Не надо, уже есть. Своё. Ты должен быть движим им и получить своё. Окей, едем дальше. Мы еще не начали. Говорит ему, какие? Он говорит ему, о-о-о, ты говоришь, Иисус, по моей теме. Он говорит, соблюди, если хочешь войти в Царство Небесное, соблюди заповеди. И юноша такая улыбочка расходится. И он говорит, какие, Иисус, бренирун. У меня они есть. Иисус говорит, окей, поиграем в твою игру. Надо было назвать, поиграем в твою игру эту тему. Он говорит, поиграем в твою игру. Давай. Я не буду тебя сразу убивать. Медленно сделаем смерть. Хорошо, Иисус так понял. Ребята такие суетятся, ученики стоят. Иисус говорит, не переживайте, ребят, всё под контроль. Поиграемся. Давай. И он такой. Какие, Иисус? Иисус говорит. Иисус начал немножко, поигрался с ним. Но потом... Мы дойдем до этого. Это так стих можно перевести, по-моему. Перевод Андрея Шаповалова. С озвучиванием. Смотрите дальше. Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй. И улыбка становится больше. И больше. Потому что он, это его тема. Иисус поет его песню. Он всё это сохранил от юности. Вы слышите меня? Он говорит, вау. Классно. И все слушают вокруг. И он... И он в своей сфере. Он становится ещё популярней. Богатый. Умный. Красивый. Непорочный. Любая девочка выйдет. Красавец. Ещё популярней становится. Смотрите. Не прелюбодействуй. Не кради. Не лжи свидетельствуй. Почитай отца и мать его. И люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша улыбнулся. И говорит ему. Это так в скобочках. Всё это я сохранил от юности моей. И вот здесь надо было закончить. Ну зачем он нарвался? Зачем? Иисус посмотрел на учеников. Ученики говорят. Пора, Иисус. Он слишком себя классно чувствует. Все медали повесены. Всё исполнил. И тут юноша нарвался. Мне, вот как он это сказал, мне аж в сердце оборвалось. Смотрите. Чего ещё не достаёт мне? Зачем, бедняжка? Иисус говорит. Всё, ребята. Всё. У нас нет времени. Быстро его сейчас. И уходим. Иисус сказал ему. Если хочешь быть совершенным. Вау. А что это? Такой темы мы не слышали ещё в наших церквах. Не понял. Откуда? Совершенным. Такого у нашими братств и не было. И он говорит. Что? И если хочешь быть совершенным. И тут он начал песню петь. Свою. Иисус ему сказал. Как вот эти двенадцать ребят. Которые вокруг него стоят. Как они попали сюда. И он говорит. Если хочешь быть совершенным. Что есть совершенство? Быть движимым Богом. Вы слышите меня? И если у тебя что-нибудь в жизни. За что ты ещё держишься. Ты бедный человек. Ты должен быть смертником. Не хотящим ничего. И не надеющимся ни на кого. Кто хочет быть использован Богом. Поднимите руку. Ну. Примерно так же. Аллилуйя. Слава Богу. Не меньше. Пойди. И юноша такой. О-о. Ребята. Я не в курсе. Нас этому не учили. Что сейчас будет? Хана. Пойди. Продай имение твоё. О-о-о. Продай. Ладно. Нет проблем. Продам и буду с собой ящик таскать. Ну. Неплохо. И юноша думает. Остановись. Иисус. Пожалуйста. Аминь. 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 Служение закончено. Ребята. Подома. Нет. Пойди. Продай имение твоё. И раздай нищим. А-а-а. А что с меня будет, Иисус? Весь мой титул в начале. Это богатый. А теперь убирай богатый. Что остаётся? И у ножа. О-о-о. Подходим к теме. Оказывается, ты бизнесмен Серёга. А если твой бизнес забрать, будешь Серёга. Серёжище. Серёнька. О. Титул сняли. А-а-а. Хочешь быть использован богом? Всё снимется. Мэн. Не привык к таким церквам. Там везде всё раздают. А тут всё забирают. Аминь. Церковь что-то растёт. Непонятно. Они что, все хотят быть ограбленными? Ты не понял. Поймёшь. Если захочешь. Пойди продай имение твоё. И раздай нищим. И будешь иметь сокровище. Где? У-у-у. На небесах. Я же юноша. Мне нужны бабки сейчас. Какие небеса, Иисус? На небесах. О-о-о-о. И вот здесь, когда прозвучала цена, что произошло с бедным юношей? Всё. Пришёл на белом коне, а после разговора с Иисусом его увезли на катафалке. Некоторые до сих пор на меня ещё странно смотрят. Ну ничего. А-а-а. Смотрите дальше. Иисус сказал ученикам своим. А-а-а. А-а-а. Если хочешь быть? А-а-а. Сокровище на небесах. И приходи. О! И приходи, последуй за мной. Стоит богатый юноша. Красавец! И стоит Иисус. И ученики. Хочешь? Пошли. Только говорит, такого тебя красивого я не приму. Ты можешь стать таким, как мы. Если тебе надо будет покушать, Иуда тебя отцепит чуть-чуть. Ха! Ты хочешь быть использован Богом? О! Богатый юноша. Господь его хотел сделать просто юношей. И взять его в свою команду. Если ты хочешь быть использован Богом, Он разденет тебя, ты слышишь меня? А как же? А вот так же. Хочешь слышать Слово от Бога? Слушай! А как я люблю правду. Она такую тишину в зале наводит. Сказал и... И Леха по-английски. Поблагодарите Леху. Он работает. Можете представить, меня переведить? Это же ужас какой-то. Господь, дай ему двойное помазание. Аллилуйя. Все пастора, как пастора. А тут непонятно, что. Аллилуйя. Молодец, Леха. I love you. Хорошо. Иисус сказал ученикам своим. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Некоторые говорят, после встречи с Иисусом все должно быть хорошо. После встречи с Иисусом смертный приговор тебе выписывается. И некоторые с энкаунтера выходят и начинают текать от Бога, потому что они узнали его волю. А потом говорят, в оси энкаунтере не работают. Потому что ты юноша заторможенный, который не хочет до сих пор расстаться со своим прошлым. Некоторые скажите, ауч. Встреча с Иисусом. Она же должна быть полный порядок в моей жизни. Нет! Беспорядок! В твоем порядке. А у меня же вот планы были. За рой! Да я же вот, Господь, ты понимаешь, у меня вот царство небесное подобно чему? Жемчужине. Которую один увидел, пошел продал сколько? О! О! Вы вообще секрет понимаете моей темы сегодня? Все! Движимым Богом хочешь быть? Помазание хочешь иметь? И хочешь остаться друзьями со своими родственничками? и отстаться в своей заторможенной церквушке? У-у-у! Больно? Уходи из церквушки. Некоторые меня не понимают. Может быть, я не в правильное время родился, а? Может быть, мне надо было родиться 20 лет спустя? Или раньше? Раньше. Нет, нет, не раньше. Позже. Чтобы подросли все. Чтобы мне было уже постарше, я уже другое поколение воспитывал. Ваших деток. Может быть, они дойдут. Но я верю, что... Вы вообще понимаете меня? Алло, народ! Ау! Я понимаю, что я очень тяжело проглатываюсь. Я понимаю! Но я хочу тебе дать понять, что быть движимым Богом это значит быть проданным полностью. Быть движимым Богом это значит быть совершенным. Смотрите, что Бог называет совершенством. Юноша, раздетый, разбутый, ходит полностью без ничего за Иисусом. Не верите? Перечитайте. Вот это Иисус назвал совершенством. Имеешь? Раздай, продай. На небе расплатимся. Нет проблем. За мной не станет. Иисус тебя даже не... Я вам все равно говорю, даже не переживайте. Ну а здесь некоторые говорят, ты в Бога придешь, и бабло просто будет сшипаться с потолка на тебя. А ты к Богу пришел. Опа! 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 Долги! Банкротство! Пролеты! Что такое? Ааа, фундамент поехал с под ног. Аллилуйя! Посмотрим, на чем ты основан. А до этого ты думал, что ты такой хороший верующий. Плавал в своей стае. Маленьком аквариуме. А тут пересадили в море. Оу! Другая сфера. Расти надо. Ну, кому не нравится, аквариум рядом, поэтому нет проблем. Вернуться всегда можно. Только тебя уже не примут там. Ты странно будешь выглядеть. И говорить постоянно не то будешь. Иисус же сказал ученикам, услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорим, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому пройтись в Царство Божье. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали, так кто может спастись? Иисус им сказал потом, надеющимся на богатство. Вы слышите? С твоей жизни, что бы это ни было, ты надеешься, те люди, у которых семья, это ваш пьедестал, твоя семья начнет шататься. И все сказали, твои деньги, это надежда, твоя структура денежная начнет шевелиться. Если ты действительно призван туда, она начнет распространяться. Но если это не твое, оно начнет шататься и рушиться. На чем ты основан? Этот выбор, быть движимым богом, слушайте мне внимательно, могут сделать только те в этом зале, кому нечего терять вообще. Вы понимаете меня, церковь? Если у тебя еще есть, есть что терять, я честно скажу, я скорблю о вас, потому что вы люди, имеющие огромный потенциал, и никогда не войдете в него. Потому что у вас есть какая-то ценность в жизни, которая дороже для вас и Иисуса, с учениками и без своего богатства. У некоторых из вас приедут домой сегодня и переосмыслят свою жизнь вообще. Даже если до одного эта тема дошла, я на правильном месте в правильное время. Скажите сейчас, просто скажите, юноша, юноша стала легче после встречи с Богом или хуже? Так я не понял, почему мне люди всегда говорят, вот почему встреча с Богом пришла и потом мне так тяжело? А, я могу тебе сразу сказать, Иисус тебе сказал сделать что-то, чего ты не хочешь делать. Алло, церковь. Иисус, почему после встречи ты огорчен и с поникшим лицом уезжаешь? Потому что ты, не то, что ты не получил ведение или цель, ты ее имеешь. Но чтобы войти в это ведение и цель, слишком дорогая, дорогая цена. Слышите меня? Движимый Богом или движимый людьми. Выбор делаете вы, ребята, мы все с вами делаем выбор, церковь. Кем ты будешь движим? Или ты будешь всю жизнь движим людьми? У тебя нет другого выбора. Ты скажешь, я не движим людьми. Я тебе хочу тогда задать вопрос, почему тебя до сих пор не слышно и не видно? Некоторых из вас очень хорошо слышно и видно. Вы уже там, где живете, вы уже такое натворили. Аллилуйя. Все вас знают. Потому что вам все равно. Родные мои, иногда от великого призвания нас держит маленькое признание. Вы слышите меня? От величайшего призвания в нашей жизни нас держит маленькое признание среди группки людей, в которой ты живешь. Когда ко мне пришел Господь много лет назад, и Он сказал, Он показал мне видение. Или ты проведешь свою жизнь вот в этом кругу, Он показал мне примерно 50 человек, с которыми я общаюсь, мои родственнички, друзья, близкие. или ты будешь в этом. И Он показал сотни тысяч спасенных рук. Тебе придется сделать выбор. Даже до того, если тебе придется быть отрезанным от всего знакомого. Нам всем нравится Авраам. Кто любит Авраама? Поднимите руку. Ты хочешь быть как Авраам? А вы знаете, что Ему сказали? Выйди из Ура Халдейского. Как это? Тут папка, мамка, козочки, родство. Хочешь призвание? Хочешь ведение? Хочешь смысл в жизни? Выйди из Ура Халдейского. Почему Бог всегда это делает? Ну, Господь, что полегче нельзя? Вот вечно ты цепляешь что-нибудь живое. О! До тех пор, пока в тебе все вымрет, которое перестанет реагировать на все. Как мы хотим быть использованы Богом? Вы знаете, родные мои, когда я закрывался в свою комнату раньше, я этот выбор делал, как и вы. Я знал, что то, что я начну говорить, начнет не просто поднимать людей, начнет уничтожать людей. Часто проповеди Иисуса, они вводили людей в полный раскардаш и конфьюз, потому что то, что Он проповедовал, было абсолютно другим, отличалось от того, что проповедовали фарисеи. Иисус приходил и наводил порядок в храме. Вы думаете, Он популярным стал, когда сплел бич и всем по шее дал? Вы думаете, что Он идет Иисус? Приветствуем в церкви. Иисус шел, все не знали, в какие двери вылетать. Хочешь такой популярности? Надо же любить ближнего своего. Бич это тоже любовь. Иначе Иисус не был бы любовью. но для Иисуса воля Божья дороже, чем те, среди которых происходит уйма мусора и нечисти. Ты можешь сделать выбор, всю свою жизнь угождать людям, как? Не делая ничего. Вы слышите меня? Ничего не делая, ты автоматически угождаешь людям. Иисус сам развалил своим словом свое служение. Вы знаете это? Своим одним словом, которое ему опять, он опять на небо смотрел, говорит, ну папа, ну зачем? Опять же сейчас куча людей уйдут. А он говорит, говори, сынуля. Иисус говорит, окей. Смотрите, что Иисус прочитал. Давайте мы с вами откроем. От Иоанна, 6 глава, 51 стих. Второй момент, мне так нравится. Второй момент. Тест первый, вы запомнили, да? Все знакомое, все то, что для тебя стоящее, будет вынято из-под двойнох. Как было вынято у Авраама, Иисус попытался это сделать самое с юношей, у юношей не получилось. И он с тобой, и со мной это будет делать всегда. Перед тем, как встать на эту сцену, моя жена может засветиться, только она, потому что это видели, только умирают в одиночку. Тебя никто не будет видеть твою смерть. Люди, когда уже слышат твое слово откровенно, думают, откуда он взялся? Или откуда ты взялась? Такие вещи, мне говоришь, так касается сердце, фундамент был вытащен из-под ног. Все. Бог может пользоваться тобой. Вы слышите меня, любимые? Бог может тобою пользоваться, только, когда у тебя, кроме Него, больше нет ничего. Продай все, раздай нищим и следуй за мною. То же самое слово звучит каждый раз на энкаунтере, в церкви и в твоей тайной комнате. Ничего не будет у тебя того, что Иисус тебе не даст. То есть, теперь у юноши, знаете, какой он ему предложил выбор? Он сказал, теперь уходит богатство и в твоей жизни только я восполняю все. Вы слышите меня? Твои денежки уже не купят медицину. Воу. Твои денежки уже не купят популярность. Все. У тебя уже не будет дома, у тебя не будет слуг, у тебя не будет ничего, у тебя буду я. Готов ли ты променять Иисуса на все в твоей жизни? Я готов. Потому что я знаю, что это. Я не хочу очнуться на небе и сказать Бог мой, Бог мой, почему я прожил так мою жизнь? Ведь я мог сделать шаг в неизвестность и расстаться со всем. Поверьте, я не говорю сейчас о деньгах вообще. Я не подвожу вас к сбору десятины. Поверьте, я не тот пастер. Я говорю, что твое богатство может быть что угодно. Почему Иисус сказал, кто возлюбит жену или детей более нежели меня? Что? Не достоин меня. Я вам могу место за местом читать. Время мало. Вы понимаете, о чем я говорю? Второй момент. Первый момент, когда из-под тебя все было выбрано. Второй момент, когда ты появляешься в своем обществе и заявляешь, что ты будешь делать. Когда Бог начнет говорить тебе. Второй момент. Я даю тебе гарантию, и только ты начнешь быть ведомым Богом. Хочешь того или нет, от тебя отколется все, что не способно идти дальше. Вы слышите меня, церковь? Отколется все, что не способно идти дальше. Нам так тяжело. Вы даже не представляете, как мне было тяжело уезжать в другой город с несколькими чемоданами и оставлять все и всех, кого я только знал и любил. Я не уезжал из плохого места в хорошее. Я уезжал из самого лучшего, самого комфортного, из удовольствия, из друзей, из постоянных отношений. Это прекрасно. Я уехал туда, где я подверг свою жизнь почти восьми годам атак, разрухи, тестов, проверок и пустыни перед тем, как выйти сюда. Вы слышите меня, церковь? Мы так хотим все взять быстро. Мы так хотим подложить свою голову под щита руки. Это никогда не работало. Любимые, вырастите из этого. Я понимаю, когда тебе тяжело, люди молятся, это нормально, но не путай, когда ты хочешь быть наполнен Богом и когда ты идешь за своим призванием молиться. Это не то. Бог может наполнить тебя, коснуться тебя, открыть тебе свое призвание, но никогда по возложению рук призвание ни на кого не сходило. Всегда люди слышали голос Христа и делали шаг в неизвестность. Вот что начало твоего призвания. Вы слышите меня? И некоторые из вас уже этот сделали шаг. И некоторым этот шаг для вас ох, как стоит. Ох, как стоит. Но это то начало, которое Бог от тебя ждет. От Иоанна 6 глава 51 стих. И смотрите, что Иисус начал говорить. Он не хотел, я уверен, он может быть даже не хотел этого говорить. Потому что он знал, что после этих слов вокруг него останутся только его 12. И даже он в этом не был уверен. Слушайте внимательно. «Я хлеб живой, сошедший с небес». Сразу. Опа! Откровения уже начались. И смотрите, что вокруг начинало происходить. И Иисусу надо было это говорить. «Я хлеб живой, сошедший с небес, и ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя». Можете представить, что люди могли думать в своей голове? «Вы должны есть плоть моя». Они сидели, они «Воу! Где барбекю? Иисуса, что ли, жарить будут? Я не понимаю». Смотрите дальше. Серьезно, это место так звучит, страшно звучит, как будто Иисуса съедят. Реально, буквально съедят. Смотрите. «Я дам есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою». Говоря, «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Они не понимали. «Как? Как мы можем ее кушать?» «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови». «А, но! Кров пить?» Иисус, ну ладно, мы еще туда-сюда. Ну, Иисус, мы Тебя любим, мы не собираемся кушать. Можете представить, как это все звучало, Бог мой, это же мы с вами все понимаем. Представьте такого учителя слушать. Вышел за кафедру и говорит, «Приятного аппетита! Сегодня будем кушать плоть и кровь. Меня?» Церковь сидит и говорит, «Воу! Давайте помолимся за брата Иисуса». Он не те откровения на горе получил. Иисус знал. А папа сидит сверху и говорит, «Продолжай, сын, я продолжаю. Все нормально. Все нормально. Ты правильно говоришь. Так и будет. Смотрите. Едущий мою плоть? А, смотрите, если не будете Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Вау! Что это такое Иисус? Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня будет жить мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Сей он говорил в синагоге учав Капернауме. Многие из учеников его, слушайте, уже, ладно, уже крышу сорвало у фарисеев у всех. Ладно, все понятно, они так ничего никогда не понимают, все нормально, они кушать Иисуса не будут, они ушли. Они никогда с Иисусом не были. Да учеников, ученикам уже плохо стало. Вообще, вот эти первые несколько стихов, они вообще непонятны вообще для человека, который в то время был. Вы понимаете? В наше время мы с вами уже умные стали. Мы же все понимаем. Ну, плоти крови, это вот вечеря, мы участвуем, мы имеем причастие в нем и аллилуйя, и все. Мы все это понимаем. В их, представьте, вышел он и рассказывает по частям, как вы должны кушать меня. Если не будете меня кушать, вообще ничего иметь не будете. Представляете, учение, что это? И они сидят все, и смотрите дальше. О, аминь. Сие говорил, многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Они такие говорили, такого учения точно не слышали. Вообще. Кто может слушать это? Они говорили, это вообще учение для ненормальных. Это говорили его ученики. А знаете что? это ты, который будешь исполнять его волю. И когда ты начнешь говорить то, что тебе будет говорить Бог, ты смотришь, встали, ушли. Еще встали. И ты остался за своей женой. Господь, я же твою волю исполняю. Правильно, молодец, классно, я рад. Продолжай в том же духе. Чего? Продолжай в том же духе. Все разбежались, Иисус. А я тебе сказал, хочешь мою волю исполнять? Вперед. И исполнение воли Божьей довело Иисуса до креста. Что он молился в Гефсимании? Помните, какие слова он говорил? Доминует меня чаша сия. но для Иисуса было дороже исполнение воли Божьей. Запомните, выбор вы делаете каждый день. Каждый день вы делаете выбор, быть ли движимым Богом или быть ли движимыми людьми. Мнениями людей, системой людей, структурой людей, структурой церквей. Да, ты будешь белой вороной с розовым хвостом. Ну и что? Зато ты исполняешь волю Божью. Вы слышите меня, церковь? Пусть я буду зеленый, волнистым попугайчиком, мне все равно. Я вам серьезно говорю, ребят, самое главное это быть движимым им. и только там ты имеешь настоящее удовольствие и похвалу не от них, от него. Самое главное. И смотрите, мы читаем дальше. Все говорил, многие из учеников его слыша, то говорили, какие странные слова, кто может слушать это? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите сына человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плод не пользует немало. Что он сказал ему? Он им говорит, не слушайте ушами, слушайте духом. Церковь, вот здесь мы с вами отличаемся, потому что я очень странен для людских ушей, но очень знаком для твоего духа. Вы слышите меня? О, секрет! Так вот где секрет! Говорит, не в уши. Я буду говорить вещи, и человек, не рожденный свыше, он поймет, он сошел с ума. А ты выйдешь, и что-то внутри тебя полностью изменилось, потому что этот месяц не предназначен для твоих мозгов, а для твоего духа. И когда твой дух выйдет отсюда, ты будешь жирненький, толстенький пупсик, который наелся пищей, не мозговой запарки, а духовной пищи. Вы слышите меня, церковь? А религия трещала и будет трещать. Вот если бы ты слова изменил, не изменю! Никогда! не нравится церковь? Две двери, эксид там, эксид вон там, парковка вон там. Я не изменю свой месседж, вы слышите меня? И меня не волнует ничье мнение. Он мне сказал это, говорит, для кого-то вон в том уголочке, который где-то не знал, что ему делать, но теперь он будет знать, что ему делать. Смотрите, Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые я вам сказал, слова, которые я вам, сейчас, секунду, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь церковь. Суть дух и жизнь. Он им всегда говорил, ребята, я не говорю к ушам. Перестаньте церковь ездить по ушам. скажи одну фразу и она изменит тех, которые вокруг тебя. Потому что эта фраза будет из духа в дух. Пусть вокруг, на твоей домашней группе или в том обществе, где находишься, все такие, что это он сказал? Но тот, которому ты это сказал, он знает. Слышите меня. Смотрите дальше, это интересное место, оно мне так нравится. Иисус своими руками, своим призванием, своим движением за Богом разваливает свое собственное служение. Что это? Он что, не знал, он знал, что они внутри ропщут, но он продолжал, потому что исполнение воли Божьей было дороже, чем 70 учеников. Вы слышите меня, церковь? Что для тебя пастыр дороже? Что для тебя служитель дороже? исполнение воли Божьей или 150 овец, которые все равно не идут за Богом? Пусть из 150 превратится в 5, но это будут люди, до которых будет строиться Царство Божье. Смотрите, что Иисус делает? Иисус своими руками, своей волей, это уже было при конце, это уже когда Иисус это говорил, это было уже довольно-таки прогресс служений был, все уже, уже огромное служение было, все ученики, 70 учеников, это был уже интересный момент его жизни, смотрите, суть и жизнь, но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующая и кто предаст его, и сказал для того и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. Смотрите, какие сильнейшие слова, никто не может в эту церковь присоединиться, если ему не дано будет от Бога, вы слышите меня, ты просто здесь не выдержишь, потому что здесь не кормят твои мозги, здесь кормят твой дух, а ты делаешь выбор, ведомым людьми быть или ведомым Богом. Для некоторых твердоватая пища, понимаю, ничего не могу сделать. Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников его отошли от Него и уже не ходили с Ним, тогда Иисус поворачивается к двенадцати, осталось двенадцать, и Иисус испытывает их. Родные мои, Иисус не боялся потерять никого. Вы слышите меня? Боишься ли ты еще кого-нибудь потерять? Ответь себе сам на этот вопрос. Если да, ты еще не сможешь говорить то, что Бог скажет тебе? Как только ты перестанешь бояться за всех вокруг и скажешь один останусь, но правду тебе скажу, Бог наконец-то ты понял, что быть движимым мною. Что значит быть ведомым мною? Смотрите. тогда Иисус сказал двенадцати. Не хотите ли и вы отойти? Странный пастор в церкви поворачивается к тем. Ладно, все уже ушли и сказали, Иисус, сори, мы все понимаем, исцеление принимаем, все понимаем, но этого точно не понимаем. Кушать никого не собираемся, просим прощения заранее, увидимся на небесах. Все, поворачиваются к ним, а вы ребята как, куш меня будете? Они говорят, Иисус, что угодно, у тебя глаголы вечной жизни. Алло, наедимся и аллилуйя. Я вам серьезно говорю, им было все равно. Какие странные слова. Аминь, в этом моя тема. Странные слова, но так знакомы твоему духу. Иисус, я так люблю Иисуса, когда он что-нибудь говорит, мозги трещат, трещат, а дух улыбается. Дух так улыбается, потому что кто-то получил в свою жизнь семя, которое прорастет. Иисус сказал двенадцать, не хотите ли вы уйти? Но Петр был самый болтливый. Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого. Прошли тест. Что бы странного Иисус тебе сказал, или ненормального для твоего разума, это Иисус. Может быть никто из вас по-серьезному в своей жизни еще не получал от Бога повеление, которое изуродует ваше служение. Странная проповедь, родные мои, очень странная. Он получил от Бога слово, проповедь, которую он вышел за кафедру, сказал, и развалилось служение, и осталась передняя лавочка. Все остальные фу. И он ему говорит, ребята, а вы как? Собираетесь в убителей? Аллилуйя, тоже туда? Петруха, Иисус, слово можно. Мы никуда не уйдем. Сиди, Петруха, я так и знал. Вы мои ученики. Потому что Иисус этим словом он убрал всех, которые понимали его мозгами. Вы слышите меня, церковь? Когда ты начнешь говорить духом, все мозговитые уйдут, и останутся все духовные, у которых духовные уши отверсты к твоему слову. Все остальные будут сидеть и не понимать, о чем ты говоришь. Я понимаю, я же вам говорю, надо было мне не в это время родиться. некоторые не понимают, но я верю, что здесь есть люди, которые понимают то, о чем я говорю сейчас. Кто понимает меня, поднимите руку. Аллилуйя. Это ваш дух. Может быть сегодня вы получите что? То, что Иисус сказал. Я не управляю темами, церковь, поверьте. Иногда после моей темы приходят люди, иногда люди уходят. Но не в этом смысл. Смысл в том, чтобы ты занял свое место в Боге. Вы слышите меня? Пусть до конца моей жизни я подниму только пять человек, но это будут такие пять, которые никогда не остановятся. Ничто их не остановит, и никто их не остановит. Вы слышите меня? Воздайте Ему славу. Тем людям, которые не готовы посвятить свою жизнь полностью Иисусу, я советую не встречаться с Ним, потому что это изуродует вашу жизнь. Я просто вам советую неготовым людям не вздумайте даже записываться на энкаунтер и ехать встречаться с Богом. Не вздумайте. Как-то странная проповь. Все зовут, а ты не потому что я знаю, что с тобой произойдет. Твоя жизнь превратится в сплошной ад. Твоя жизнь превратится в того юношу, который не готов идти за Богом. И после встречи с Иисусом он вошел в глубокую депрессию, потому что из белого коня, на котором он съехал, он упор, он уполз от Иисуса в слезах, потому что Божья воля для него была настолько тяжелая, что он не захотел в нее войти. И об этом юноше больше никто ничего не знает. Он умер богатым юношей, и на этом закончилось его призвание. Я не хочу, чтобы ты ушел из этой жизни, и все, что о тебе знали, твое имя, твою фамилию, твою дату рождения и дату смерти, не для этого ты рожден на этой земле. Вы слышите меня, церковь? Не для этого мы рождены на эту землю. Вы должны сделать выбор. Быть ведомым Богом или быть ведомым людьми. Я думаю, я достаточно дал вам понять сегодня, что такое быть ведомым Богом и людьми. Кто понял то, о чем я говорил сегодня, поднимите руку, пожалуйста. Воздайте славу Богу. Я знаю, что эта тема не входит в категорию популярных. Эта тема очень больная даже для тех, кто возьмет этот диск и проповедь и будет слушать. Но я знаю, что именно эти темы больше всего делают плода, чем темы, на которых все на ура прыгают, принимают, аллилуйя. Эти темы подводят к тебе к черте, перед которой ты должен сделать выбор. Я этот выбор сделал, поэтому я здесь и стою и проповедую очень странные слова, после которых меня одни любят, другие ненавидят. Но это не моя проблема. Моя проблема в том, чтобы слышать Его Слово и передавать Ему именно так. Как вы скажете, вот так тебе Бог и говорит, вот так Он мне и говорит. Очень странно. Если ты начнешь Его слушать, иногда Он тебе начнет говорить то. Иногда мы берем и приукрашиваем то, что Бог хочет сказать. сглаживаем углы. Хотим этот месседж сделать более приятным. Бог ненавидит это, вы слышите меня. Он должен быть угловатым, резким и колючим. Он предназначен Богом. Потому что угловатый, резкий, колючий месседж изменит чью-то жизнь. А когда ты сгладишь уголочки, поговоришь, у всех успокоишь, никакого плода не будет. Мне мир пришел я принести, но ой, что за тема? Меч? Да. Разделить отца с сыном? Что? Да. Разделить дочь с матерью ее? Что? Да. Это слова Иисуса. Потому что то слово, которое выходит из него, делит. И то слово, которое выходит из тебя, если ты будешь слушать его, оно будет делить. И мое слово, которое я получаю от него, сейчас кого-то разделил. Имя. Давайте мы сейчас встать. Давайте мы помолимся, чтобы Господь, несмотря ни на что, дал нам сделать правильный выбор в своей жизни. И научиться просто посвятить свою жизнь быть ведомым Богом. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...